Судя по всему, в Украине президентское кресло будет теперь на колесиках. Своим выездом на коляске Тимошенко продиктовала новую политическую моду. Итак, встречайте, последний диктатор моды Юлия Владимировна Тимошенко! Ну что, добрий вечер, любые мои. Я очень счастлива, очень счастлива быть снова с вами. Как вы видите, у меня немного другой образ, нет косы, зато есть гуля, так что я теперь Юля-гуля. Я прошу вибачения, не могу встать, потому что, как вы знаете, я страждала за Украину. Очень благодарна всем тем, кто боролся за мою свободу. И сейчас хочу сделать заявку. Я иду в президенты Украины. Хотя нет, я иду в президенты Украины. Вы знаете, теперь все будет по-другому. У жодного чиновника не будет никаких межигирь. Скажу больше. Я особисто поселюсь в межигирьи. И прослиткую, чтобы никого из них там не было. Далее. Дефолту не будет. Мы будем держать курс гривни на позначке 12. Сначала 12 за евро, потом 12 за доллар, ну а потом 12 и за гривню. И главное. Я глубоко уверена, что 25 травня остаточно будет выбрана президент Украины. А сейчас хочу дать слово премьер-министру Украины Арсенею Петровичу Яценюку. Синя, что это такое? Это моя фишка. Ганьба. Люди, ганьба. 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 Я с ганьбою жити не буду. Якщо куля в ногу, то куля в ногу. Я не зрозумела, чего в ногу. В лоб больно просто. Доброе, скажи. Украинцы. Я встречался с Бараком Обамой. И он обещал нам миллиард долларов. И если мы сделаем гривну курс, где-то 20, это будет примерно 2 миллиарда долларов. Я не обещаю, что покращение наступит завтра. Не обещаю и послезавтра. И даже после-после-послезавтра покращение не наступит. Это я вам обещаю. Теперь, что касается Крыма. На самом деле мы давно готовы дать отпор России в Крыму. Сейчас начнется курортный сезон. И заговорит наше главное оружие. Несвежие креветки. Пахлава. И полная антисанитария. Для того, чтобы остановить экономический кризис в Украине, нам необходимо 15 миллиардов долларов. Я слетал в Америку. 1 миллиард у нас уже есть. Таким образом, через 14 полетов мы остановим экономический кризис. Спасибо. А сейчас я хочу дать слово очень сильной и серьезной человеку, великому боксеру и так себе политику, Виталию Кличку. Добрый вечер! Виталик, ну ладно ноги, а что с рукой? Она отсохла. Як? За Украину. О, Боже. Да. Это именно та рука, которой я тогда поздоровался с Януковичем. Она отсохла. Классно придумал. Привет, кстати. Значит, дорогие друзья украинцы, значит, я, Виталий Кличко, сначала решил идти на выборы президента Украины, но потом передумал. У меня просто нет коляски. Поэтому я решил остаться лидером своей партии, которую я переименовал. Да. Теперь она будет называться так. Кличко устроил люстрацию тирану Януковичу. Сокращенно культя. Я хочу, чтобы мне поаплодировали люди, я не могу сам поаплодироваться. Летали. Извините, да. Значит, теперь, что касается политической ситуации в Украине. Слухайте, может, не треба? Треба, я учил. Так вот, дорогие друзья, знаете, как однажды я сказал великий боксер Мухаммед Али, порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Я кое-что переделал. Теперь это звучит гениально. Вот так. Порхай, как пчела, жаль, как бабочка. Вот вы считаете, что фраза потеряла смысл? Нет, я так не считаю. Сейчас я хотел бы уступить это место своему товарищу по Майдану. Встречайте. Олег Ярославович Тегнебок. Юля, Юля, як воно выключайся? Олег. Ну, тогда я продолжу. Спасибо. Дорогие друзья, я же знаю, что касается ситуации в Крыму. Я лично сегодня звонил Владимиру Путину, и он мне сказал, что мой звонок для него крайне важен. И чтоб я оставался на линии. И включил веселую музычку. Потом я позвонил Ангеле Меркель. И, знаешь, обсуждал ситуацию, знаешь, в Крыму. И если россияне эти пойдут на нас с войной, она мне пообещала, что в 10 раз увеличит крайнюю озабоченность. Помогите! Героям Ислава! У меня лично все. Добре. Ну что ж, а зараз хочу запросить на эту сцену Юрия Виталевича Лоценко. Всем добрый вечер. Так, а че вы... А я не понял, а что это такое? У меня печень. В смысле? Баулыть за Украину. Хорошо. Шановные друзья, за Украине такая ситуация, я кто кажет без пол-литра не разобраться. Так вот, я очень тщательно во всем разобрался. И нашел ответы на все вопросы и решение всех проблем. Но, когда проснулся, не смог ничего вспомнить. И це дуже жаль. Как бабочка. Шо как бабочка? Ну, жаль как бабочка, порхай как пчела. Хватит досы. И на остаток встречайте Виктор Федорович Янукович. За ночь! Аккуратней. Дорогие украинцы, россияне, Ну, в смысле, украинцы. Я умер за вас. Но я живой. Я президент темной лиги. Шо? А, в смысле, я президент лиги темной. А, я легитимный президент. В Украине кошмар. К власти дорвались неофашисты и антисемиты. Да, вы шо? А Коломойский? Спасибо, чуть не забыл. В Украине кошмар. К власти дорвались неофашисты, антисемиты и Коломойский. Вы знаете, многие спрашивают меня, как я умудрился за одну ночь вывезти столько, ну, ценностей и картин там золота из Межигорья. Да, да, да. Я отвечу. А вы знаете, что муравей может переносить на себе вес в 20 раз превышающий собственного? Слушайте, вы же вывезли с краины все деньги. Это неправда, Юлия Владимировна. Это чистая ложь. Я оставил в Украине весь золотобатонный запас. Вы знаете, я дальновидный человек. Я знал, что мою семью будут преследовать, поэтому последние 10 лет не жил с женой. Так, только вы бежали из страны. Я не бежал, меня предали. И всю ответственность за предательство я возлагаю на партию регионов и ее ближайшее окружение. Поэтому официально заявляю, что, во-первых, я выхожу из партии регионов, а во-вторых, я решил сложить все полномочия отца Саши и Витя Януковича. Я как гарант не могу допустить развала своей семьи. Я, правда, не знаю, как я это буду делать, но буду. Очень интересно. А по Межигорью что ли? По поводу Межигорью? Вы знаете, честно, когда в Межигорье разрешили свободный доступ, начали водить эти экскурсии, да, я решил сходить ради интереса. Вы знаете, это кошмар. Ужас. Золото. Драгоценности. Этот стиль бы какой. И все это на народные деньги. Кошмар. Вы знаете, сейчас я хочу немножко в туалет. Я, правда, не знаю, как я это буду делать сейчас. Виктор Федорович, закинчуй там. А, да. И в конце хотел бы обратиться не к олигархам, не к бизнесменам, а к обычному Люду. Люда, не переживай, все будет хорошо. Восток Украины, я с вами. Запад Украины, фиг с вами. Я не разобрался, как оно работает. Ну, слава Богу. Ну, что ж, люби мои, нарешті збулася давня мрія народу. Мы с вами всі разом. Ага. И все сидим. Очень весело. Все, все, все.